Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Помогите разобраться, что я такое испытываю. Ну, смотрите, помочь вам разобраться в том, что вы такое испытываете, можно наиболее эффективно, пожалуй, только в личной беседе, да, на консультации, только в реальном времени, получая какие-то интервенции. Допустим, со стороны психолога вы будете на это реагировать, и вы сможете увидеть, что вы чувствуете. А так в таком формате это представляется несколько, наверное, затруднительно, на мой взгляд. Ну вот, но, тем не менее. Тем не менее. Ну просто, чтобы вы вот как-то не ожидали чего-то. Был разрыв с молодым человеком, в отношениях с которым состояли 4 года, да? Ну, это травма, это серьёзная травма, вот, скорее всего. Особенно если, как бы, человек сам решил с вами расстаться, вот. То есть, если это не вы с ним расстались, да? Ну, не вы принимаете, принимаете решение расстаться с человеком, а он принимает решение с вами расстаться, и это вот всегда, всегда, куда более, так скажем, болезненная история, нежели чем, когда, ну вот, сами, сами вы принимаете такое решение, да? Вот, сами вы, ну, предпочитаете расстаться, как я так скажу. Вот. Поэтому могу представить, что вам больно было, вот. Могу представить, что вам было тяжело, могу представить, что вы, ну, испытывали, вот, не самые приятные чувства во время расставания и после него. И мой вопрос, пожалуй, здесь заключается в том, пережили ли вы расставание, прожили ли вы его, опустили ли молодого человека бывшего, вот. Потому что, если нет, если бы этого не сделали, вот, то, я боюсь, что сейчас, в данный момент времени, вот, на вас оказывают влияние. Вот. Вот как-то вступать в отношения новые, пока не завершили вот эти, прям вот так речь не ведётся, конечно. Но на мой взгляд, вот совершенно очевидно, что если завершить отношения у вас по какой-то причине не получилось, то вы будете испытывать, скажем так, эмоции, вы будете испытывать чувства, ну, как бы смешенные, если можно. Вот так выразить, то есть чувства, которые вот может быть даже прямо, прямо не относятся к тому, что с вами происходит. Недавно, спустя 8 месяцев со мной познакомился парень, я решил отдать себе шанс на что-то почувствовать снова. Ну, я бы сказал, что здесь, скорее, с вашей стороны чувствуется некоторая зажатость, что ли, вот. Потому что, ну, понимаете, как это звучит, да, дать себе шанс на то, чтобы что-то почувствовать снова, да. То есть это звучит максимально неуверенно. И я бы сказал, ну, как будто бы, опять же, вы здесь себя, ну, заставляете что-то. Вот. Вот. Как будто бы. Вот. То есть, ну, вот. Вот хочу почувствовать что-то снова. Вот. Ну, то есть, дать себе шанс на то, чтобы что-то почувствовать, говорите вы. Если вы хотите, ну, точнее, если вы что-то чувствуете, да, вот, то вы что-то чувствуете. А если вы ничего не чувствуете, то вы ничего не чувствуете, вот. Да. Хотя, понятно, что так не бывает. Вот. Да? Ну, ну, то есть, я имею в виду, не бывает такого, что человек ничего не чувствует. Вот. Ну, скорее всего, что-то чувствуете просто, вот, вот, себе. А, ну, зажимало? Вот. Себя. Зажимало. Дальше. Этот, этот молодой человек первый, кого спустя долгое время я решил их подпустить к себе. Хотя познакомиться, значит, ну, как-то, я надеюсь, пытались многие. А чем такая проблема? А, у вас, вот, что называется, подпустить к себе? В чем здесь? А, в чем здесь проблема для вас? Это, ну, можно ли сказать, что это последствия, вот, психоправмы от расставания вашего с молодым человеком? Можно ли сказать, что это последствия? Или же, вы всегда, так, вот, в какой-то степени, да, получается, довольно тяжело, ну, шли на контакт. На сближение. То есть вам было, ну, сложно, тяжело, вот, как-то, вот, сближаться с людьми. Может быть, с мужчинами. Я не сказал бы, что вам фильм понравился, даже бы все наоборот, поначалу, все равно что-то к нему тянуло, я продолжил с ним проводить время. Ну, вот здесь начинается интересно. Вы говорите о том, что вас что-то к нему тянуло. Хотелось бы прояснить, что именно. Скорее всего, это какое-то состояние, которое вы с ним ощущали. Вот. Вопрос заключается в том, что это за состояние. Вот. То есть, как менялось ваше состояние с ним, когда вы были и находитесь сейчас, потому что, ну, потому что вы же не расстались с ним еще. Вот. 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 Это какое-то состояние. То есть, ваше, точно, вот, важно понимать, что ваше состояние с ним меняется и, ну, каким-то образом меняется. Вот. И вы начинаете к этому состоянию тяготеть. То есть, если вот мы говорим как раз о том, что вас тянет, да, именно тянет, то это вот история про, на мой взгляд, вот это. То есть, это история именно про некое ваше состояние, к которому вы тяготеете и которое вы хотите, вот, ну, хотите испытать еще. То есть, снова и снова хотите его испытать. Вот. То есть, ах, к человеку, да, как-то кому тут, наверное, чувства еще не появились. У нас очень быстро случилась интимная близость, после которой я чувствовал себя паршивенько. Утром просыпалось с чувством, что делал что-то не так, но общение с ним все равно притягивало. Мне было комфортно проводить с ним время, пока не близился вопрос интима. Ам, из чего паршивенько? То есть, ну, вы сами говорите о том, что это инстинкт, вот, вы сами говорите о том, что, ну, что вам хочется. Вот. Собственно, вы позволяете, я думаю, проявляете им, но вас же никто не вставлял, да? И далее вы говорите о том, что чувствуете себя паршиво. И вот у меня вопрос. А как так получается? Это же противоречие. Вы что-то делаете, после чего чувствуете себя паршиво. Я думаю, я, ну, я надеюсь, что спорить вы с этим не будете. Что это, это немного противоречиво звучит. Вот. Значит, мы надо забрать всем. А, чего вам хочется? И как появляется чувство, что вы делаете что-то, ну, нехорошее, судя по тому, ну, судя по тому, что я могу видеть. Вот. То есть это вами воспринимается как что-то нехорошее. Так, значит, такие моменты, я такие моменты с особой интенсивностью прокручивал воспоминания о бывшем. Очень часто думал о том, что нынешний молодой человек не тот, совсем не тот миральный во всем. Мне казалось, что я по-прежнему без особых любимых эмоций с ним общался. Как выгорело, так и не загорается. Не совсем понятно здесь в каких именно моментах вы активно прокручиваете в голове ситуацию с бывшим. Вот. То есть это моменты, связанные как раз с интимной сферой. Или это моменты связанные с, ну, просто проведением времени. Непонятно здесь это. Но мой вопрос, он звучит немножко здесь по-другому. А не смущает ли вас то, что вы в принципе, вот в принципе, как-то вот думаете о бывшем здесь. Вот. Ну и дальше вы пишете, как выгорело, так и не загорается. А каким образом вы выгорели? Уверены ли вы, что это про выгорание, а не про защиту? Очень часто я думала так. И Дим тоже не отстраивался к нему, а больше как инстинкт, когда пару дней назад все поменялось. И вот мы общаемся с ним больше как друзья, с которым в принципе комфортно. Видимся достаточно часто, он куда-то приглашает прогуляться, предлагает что-то, говорить свои слова о заботе. Но в то же время я понимаю, что он как я, скорее всего, не видит самое будущее. Чтобы он не полностью раскрывался, как и я. Хотя в какой-то момент я начала делать чуть-чуть больше. Перешагнул через себя и решил, пусть будет как будет. Да и вообще я думаю, что на самом деле он переживает за свой разрыв какой-то. Ну кроме проекций ваших собственных на другого человека, здесь честно говоря, я ничего не увидел. Помимо того, что вам не особо, как мне показалось важно, что он вас приглашает куда-то, предлагает что-то, вот. То есть вы как будто смотрите на это с не особенной важностью. При этом вы и принесите на молодого человека то, что переживаете сами. Вот, то есть это вы переживаете разрыв, и это вы, значит, не видите с ним своего будущего. По крайней мере, в этом месте вашего текста. Это проекция. Он в последнее время перестал активно первое что-то инициировать, первое писать. А я в каком-то моменте, даже не осознаю каком, начинаю что-то испытывать к нему. Смотрю на него каким-то другим взглядом. Здесь интересная довольно ситуация. Во-первых, здесь налицо проблематика личных границ. Когда к вам приближаются, вы отдаляйтесь. Когда от вас отдаляются, вы приближаетесь. Вот, и вот эта вот история, что меня отталкивают или дают больше свободы. Тут вот нужно смотреть. Ну вот, то есть что это, когда человек снижает немножко свою активность, да? Это больше проявление свободы для вас, то есть вы можете более свободно, более активно себя проявлять. Или это для вас факт того, что отталкивает вас другой человек. Это случилось несколько дней назад. Прямо несколько дней по щелчку какому-то. Ловлю себе на мисле, какие черты лица мне в нем нравятся. Но тут тоже бывает, провожу аналогии с нежностью бывшего. Мол, тут он смотрел их прямо как Д. Да и в принципе до сих пор бывает такое, что у меня сравнение проскакывает. Сказал какую-то фразу, прошел, сделал. Хотя я на днях просматривал фотографии с бывшим и как-то не сказал бы, чтобы испытал бурю эмоций. С эмоциями у вас вообще отдельная история. Вот. Очищение облеклости и недоправительности ваших чувств меня не покидает весь ваш текст. Но то, что у вас возникает, опять же, не смешает ли вас то, что вы как бы сравниваете мужчин? Не смешает ли вас то, что вы рассматриваете фотографии бывшего? Вообще, зачем вам фотография бывшего, если это именно бывший? Ну то есть, я понимаю, если вот были отношения с человеком, да, когда-то они закончились, и вы просто общаетесь с этим человеком, ну потому что что-то хорошее вас связывает. В этом случае, ну да, фотография нормально, адекватно. Но если это просто бывший, зачем вы храните фотографии его, ну, не совсем понятно. То есть это к чему? Это не к тому, что вы не должны хранить фото. Это больше к тому, что есть чувство, что ваши отношения именно с бывшим не завершены эмоционально до конца еще. Вот. Дальше. Так, я не понимаю, какие такие действия с его стороны. У меня к нему что-то будет просыпаться, потому что, на самом деле, и часть того, что такое у меня обычно делают. А дело не в... Вот, понимаете, вы здесь сталкиваетесь с тем, что, вот, вы почему решили, что чувство просыпается только когда человек для вас что-то делает. Эти чувства, когда человек для вас что-то делает, либо благобарность, либо вина. То есть, ну, дальше на дальше. Это очень странное понимание чувств. Чувство просыпается в том, что ты делаешь-то сами по себе. Вопрос только в том, на что. На мой взгляд, на мой взгляд. Вы, вот, когда писали, что он, значит, что ваш молодой человек, что ваш нижний молодой человек не тот, не тот. Это было обесценивано. Но после вы начали, наоборот, наполнять его, продолжать наполнять его своими проекциями в данном случае. То есть, то, что у вас с нему просыпается, это история про то, каким вы хотите его видеть. Вот. Я не мог не обратить внимание на то, что ваша симпатия к молодому человеку, она, знаете как, как будто бы такая, знаете, из отдельных деталей состоит. Да? Ну, или вы пытаетесь разбить ее на отдельные детали. Вот. Суть заключается в том, что... Вот, то, черты лица вы приводите, какие-то черты лица нравятся. Теперь, вот, ну, я так понимаю, что-то еще. Вот. И нет общей картины, общего впечатления от человека. Также непонятно, что между вами общего, собственно. То есть, что вас объединяет, связывает и так далее. Это тоже непонятно. К сожалению. Вот. Поэтому здесь больше вопросов. В данном случае больше вопросов вызывает с этой стороны. Вот. Дальше. Так. Они, в принципе, кардинально разные. Разные сбывшие во внешности, комплексы, ценности, их вообще невкусно. Тем не менее, вы сравниваете их. Вот я не понимаю, что происходит со мной, что за число возникает. Непрочатые чувства нашли свой, свой объект. В данном случае. После расставания вы свои чувства не прожили. Сейчас они, наконец, нашли объект для выражения. Головой понимает, что он не тут, но что-то вспыхает внутри. Интересно, что? Что это? Потребность вытянем. Корресло. Сегодня я опять проснулась в подвешенном состоянии. Чувствую какой-то дискомфорт, тяжело в горле. Возможно, я понимаю, что мы прекратим общение скоро. Это тоже как-то, да, вот. Не понимаю. Хочет не поговорить о чувствах. Но что сказать, точно не приходит на ум. Ну, мы вам не скажем, что сказать. Это вам решается. А вот консультация могла бы помочь увидеть вам ваше чувство более подробно. Вот. Терапия могла бы помочь прожить расставание. Поэтому смотреть, выбирать, начинать работать. Удачи вам. Всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго.